Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Спасибо за то, что снова здесь со мной. Вы знаете, что я всегда этому искренне радуюсь и не устану вас за это благодарить. У меня сегодня хорошее настроение. Я даже сегодня успел побывать в магазине одежды, не поверите. Какие-то частично стали открываться. И в общем, там я наблюдаю опять очередную картину. Мама с сыном пришла в магазин, помогает ему там выбрать одежду. Окей, ради бога, я понимаю, что мужчины, они, наверное, не очень умеют разбираться в одежде. Я и сам-то иногда могу что-то мимо ноты делать. Это такое дело. Все это я понимаю, принимаю, хорошо. Я знаю, что жены многие одевают своих мужей. Окей. Единственное, что меня опять смутило, что мама это все оплачивала. И вот здесь вот опять получается та же самая картина. Сыну, понимаете, не 15, не 18 лет и даже он не студент. Ему, наверное, лет 30. Такой здоровый, крепкий парень, качок и все такое. Я не понимаю, почему мама оплачивает. Нет, с точки зрения материнства, я прекрасно понимаю, что для мам всегда дети остаются детьми, сколько бы им не было лет. Но просто в моей голове это все как-то не укладывается, поскольку я понимаю, что когда ты становишься совершеннолетним, это тебе уже нужно помогать маме, как-то ее радовать. Не знаю, покупать ей подарки, приятности, правда, а не мама должна взрослого сына отводить в магазин, оплачивать его покупки. Все это для меня непонятно, я это не могу принять. Может быть, я, конечно, не прав. Вы можете высказать свою точку зрения по этому поводу, но мне кажется, вот с этого все и начинается, когда мама неправильно воспитывает своего сына, а потом получается вся эта ответственность ложится на плечи девушек, жен, с которыми потом они создают семью. И потом я часто слышу от женщин о том, что вот муж такой, всякой, никакой, я все на себе тащу, а вот он просто есть. Это говорит о том, что все-таки корень этой всей проблемы находится там далеко из семьи. Поэтому мамы, мне кажется, ну не мне, конечно же, указывать вам, я ни в коем случае не имею права. Это такое, скорее, пожелание. Мне кажется, что если бы все прививали какую-то ответственность к мальчикам, то, наверное, не было бы вот этого без отцовщины и без ответственности. На мой субъективный взгляд, не могу я всегда мимо пройти такой ситуации. Она мне, вот знаете, в глаза прям бросается, и я прям понимаю, хотелось подойти и сказать, ну-ка, зачем вы платите? Но он же здоровый, крепкий парень. Но видно, что он не инвалид, здоровый, качок, спортом занимается. Весь там выхохоленный, да, и все такое прочее. Ну чего вы за него платите? Ну не должно быть-то. Ладно, это все такое философские отступления. Самое главное, что я для вас подготовил новый выпуск новостей, к которому мы сейчас уже буквально вот-вот перейдем. Я нам всем с вами желаю, как всегда, мирного неба над головой. Очень хочется, чтобы поскорее все закончилось, наступил мир, и мы зажили нормальной жизнью, еще лучшей жизнью. Самое главное в мире. Помните, что нужно оставаться человеком, сохраняйте это, пожалуйста, в себе. Это важно, и ценно сегодня особенно. Я вам всем желаю приятного просмотра. Ну а теперь переходим к новостям. А начну я сегодняшний выпуск вот с такой неожиданной новостью. Это город в Китае. Вот такое там небо красного цвета уже несколько дней. Причины неизвестны. Но я не знаю, чем это вызвано. Может быть, кто-то меня из Китая смотрит или там бывал. Что вы можете мне объяснить, потому что я начинаю беспокоиться. Почему небо такого цвета? Это что-то явно ненормальное. Илон Маск заявил, что отменит постоянный бан Дональда Трампа в Твиттере после того, как его выкупят. И вот что он говорит. Я думаю, что было ошибкой бани Дональда Трампа, потому что это оттолкнуло большую часть страны. И в конечном итоге привело к тому, что у Дональда Трампа не было права голоса. Так что совсем скоро потерпите еще немного Дональд Трамп и Твиттер снова к вам вернется. Вас вытащат из бана. Для тех, кто не знает, Дональд Трамп попал в бан во время предвыборной кампании. Смотрите, кто здесь у нас. Азабедросовна на связи. Значит, преобразилась такая. Я сначала не понял, что это произошло. Какой-то фильтр новый. А нет. Срубил, значит, он всю чаще на лице и прям на 10 лет моложе. Но это так подумала мать-кукушка. Но на самом деле не вышло. Как вам? Оцените. Нравится вам новый имидж? Азабедросовна или вам кажется, что все-таки с бородой было лучше? Помчала блудница, как вы думаете, куда? Конечно, в Италию, в город Турин. На Евровидение по специальному приглашению. Как вы понимаете, ни одно Евровидение не пройдет без жар-птицы. Италия, встречай, жар-птица на Евровидении. Ну и, наверное, оторвется. Ну а я жду ваших комментариев по поводу, как лучше было с бородой или вот с этими усиками. Такой себе новый странный тренд. Я это часто замечаю. Даже вот молодежь с такими усиками ходит. Ну вот, я забедросовна туда же. 8 мая известный режиссер Валерий Тодоровский отмечал юбилей. Ему исполнилось 60 лет. И в честь этого события его хороший друг Константин Меладзе прервал молчание в социальных сетях и поздравил своего друга режиссера с праздником. Он также опубликовал их совместную фотографию. Непонятно, архивную или свежую. Сам Меладзе с Верой Брежневой, по слухам, находится в Италии. А Тодоровский последние годы, как вы знаете, жил в Америке. Ну и, собственно, там, наверное, и находится. Уже на следующей неделе известный аукционный дом начнет продавать украшения вещи, принадлежащие Людмиле Гурченко. Все желающие могут приобрести себе что-нибудь из ее гардероба. В лотах заявлены золотые серьги Людмилы Марковны Рижского ювелирного завода с бирюзой и жемчугом со стартовой ценой 35 тысяч рублей, которую уже перекрыли желающие приобрести драгоценность. Можно также стать владельцем шляпки или клетчатого платья, сшитого самим Вячеславом Зайцевым. Цена за него начинается со 100 тысяч рублей, потому как это не просто одежда, а произведение искусства. Вещи Людмилы Гурченко могли выставить на аукцион, как вы понимаете, только наследники. Их у актрисы двое. Внучка Елена Королева и вдовец Сергей Сенин. Внучка уже заявила, что она ничего не продает, а вот супруг и раньше продавал что-то из наследства, чтобы пустить вырученные деньги на содержание и развитие музея в честь Людмилы Марковны. Ну, по крайней мере, так он говорит. А там, как на самом деле, никто не знает. Куда он эти деньги девает? Если вы хотите что-то купить из личного гардероба легендарной актрисы Людмилы Марковны Гурченко, у вас есть такая возможность. Но я напомню, что не стала легенды кино в марте 2011 года в возрасте 75 лет. Екатерину Андрееву разоблачил пластический хирург. Он рассказал, что все ее сказочные рассказы о том, как она смогла договориться с возрастом и использует хорошие средства по уходу за кожей лица и все, это сказки и не более того. Он дал следующее пояснение. Прямая речь. Жуткий и жесткий фотошоп, который ничего не имеет общего с тем, как она выглядит в реалии. Возможно ли сделать какие-то упражнения, чтобы лицо хорошо выглядело? Любая физическая нагрузка помогает нам хорошо выглядеть. Но вообще, когда женщине 40 с плюсом, то уже ни ботоксы, ни гели ничего не помогают. Вот так выглядеть, если не фотошоп, это всегда и однозначно подтяжка. Как вы понимаете, пластический хирург тонко, ну как тонко, он прямо сказал, что Екатерина Андреева всех водила за нос. На самом деле, она тоже обращалась к пластическому хирургу, хотя она это все отрицает. Как вы считаете, кто прав, а кто наговаривает? В семье Алисы Френдлих настоящий праздник. Ее внучка Алина Тарасова во второй раз стала мамой. 9 мая на свет появился мальчик. Внучка актрисы Анна Тарасова замужем за Алексеем Машинским уже 5 лет. Пара воспитывает дочь Соню, которой скоро исполнится 3 года. Поклонники уверяют, что девочка очень-очень похожа на свою прабабушку. Ну а теперь в семье Алисы Бруновны. Родился наследник, об этом сообщила мама малыша. Мальчик появился на свет вечером 9 мая весом более 4 килограмм и ростом 52 сантиметра. С чем можем поздравить прекрасную Алису Френдлих? На днях лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский выпустил клип на песню «Россия назад». Журналист Михаил Шахназаров высказался, что он думает по этому поводу. И вот его прямая речь. Максим Покровский записал новый клип «Россия назад». Клип отвратительный, бесталанный, но его начали множить и Миша Козырев, и Евгений Ройзман. Клип абсолютно русофобский. Максим Покровский печет клипы как блины. Я буду наблюдать за Максимом. Он сейчас в Америке. В Россию вернется не то, что вряд ли, а никогда. Украина. Там в метро дает концерты U2 с Бона. Там занято. В Белоруссию не пустят. Концерты в Прибалтике. Ну, по финансовой составляющей это примерно то же, что бренчане в переходе Бухареста. В Америке, насколько я знаю, к Максиму относятся как к городскому сумасшедшему. А ведь ему не только на еду надо, но и на расширяющее сознание продукты. Чем это закончится, интересно, буду внимательно наблюдать. Комментируйте, друзья. Кстати, кто смотрел этот новый ролик, я не видел, не слежу. Японские СМИ в статье о приезде Тины Каррель назвали ее популярной певицей по прозвищу украинская Бритни Спирс. Я тут прям даже обалдел. Что общего между Тиной Каррель и Бритни Спирс? Вообще ничего, как по мне. А как много нового я узнал о Тине Каррель. Возможно, они отталкивались от популярности, потому что Тина Каррель действительно в Украине очень популярна. Одна из, если не самая главная певица страны. Но, по крайней мере, так многие СМИ утверждали, ну и, наверное, сама Тина Каррель. В любом случае, я надеюсь, что она не будет идти по пути Бритни Спирс и не станет нам показывать все свои прелести. Но это не точно. Александр Жулин встал на защиту Этери Тутберидзе после обрушившегося на нее хейта за желание прилететь в Америку, где у нее живет дочь. Иностранные болельщики считают, что Тутберидзе нечего делать в их стране. Ну и вот, собственно, как прокомментировал всю эту ситуацию Александр Жулин. Там ее единственная родная дочь. Этери оказалась между двух огней. Ее дочка американка. И что им теперь не видится? Мне очень жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся все эти западные твари. Мне не хочется, чтобы это повлияло на ее дальнейшую судьбу и карьеру. Сейчас Тутберидзе враг номер один для всей американской среды фигурного катания. Она выдающийся тренер и все прекрасно понимает, что убрав Тутберидзе, они уберут практически все женское фигурное катание в будущем. Ехать туда, безусловно, опасно, но Этери смелый человек. Думаю, она обязательно разберется в этой ситуации. Никто не имеет права запретить ей видеться с дочерью. Комментируйте, а мы двигаемся дальше. Ну а теперь еще немного про Ким Кардашьян. Что-то Ким Кардашьян совсем не везет с вещами Мерлин Монро. Как вы знаете, в последнее время что-то на нее нашло. Она прям решила весь ее гардероб перемерить. Сначала ей пришлось распарывать легендарное платье Мерлин Монро, чтобы влезть в него. А теперь и прядь волос актрисы, которую музей подарил Кардашьян, оказалась подделкой. На видео, где ей вручают ту самую шкатулку с волосами, секс-символа 20 века, сообщается, что прядь была сохранена после стрижки Мерлин Робертом Чемпионом перед ее выступлением в Мэдистен Сквергарден. Однако историк и коллекционер Скотт Фортнер заявил, что стилист не работал в этот день с волосами Монро. А к знаменитому выступлению ее готовил Кеннет Беттель. У него, к слову, даже есть снимок квитанции, согласно которой Мерлин была 18 и 19 мая именно в салоне у Беттеля и заплатила 150 долларов. Ким Кардашьян развели. Но почему бы и нет, она же нас разводит, можно и ее иногда. Ну и немного про Евровидение. Как я и говорил, вчера 10 мая в Италии стартовал музыкальный конкурс Евровидение 2022. Что сказать? Из ведущих знаменитый был там Мика, это певец британский. Честно говоря, я удивился, что он там делает. Он же британец. Кстати, вы помните, наверное, многие, кто такой певец Мика. У него был такой хит, релакс. Но это моя молодость. Из такого интересного, что еще там было? Пока шло голосование, развлекал гостей итальянский диджей Бенни Бенасси. Это тоже моя молодость. Это было очень приятно. Наверное, многие также его знают. Ну а так, в принципе, все прошло достаточно спокойно, ровненько. Ничего такого грандиозного там не было. Досталось, правда, еще и ведущие Евровидение. Потому что многие статьи вышли с заголовками. Фиаско ведущие Евровидение из-за розового цвета. Я так понял, что это все бренд Валентина. Но почему-то многие раскритиковали ведущую за эти наряды. Не знаю, я точно не фэшн-эксперт. Дамы и господа, как вы считаете, неужели все так плохо было? Кстати, кто смотрел первый полуфинал, делитесь. Какие у вас остались впечатления? Ну, как правило, в первом полуфинале вы знаете, что не самые сильные страны обычно участвуют. Все самое интересное остается на второй полуфинал, который пройдет уже завтра. 12 мая, ну и 14 мая мы узнаем, кто же победил. В первом полуфинале выступало 17 стран, среди которых была и Украина. Ну, естественно, Украина прошла финал. Кстати, еще раз хочу напомнить, что Украина единственная страна среди всех участников, которая всегда проходила в финал. Пока что это единственная страна. Надеюсь, что так будет и дальше. Букмейкеры по-прежнему прогнозируют Украине первое место, но мы не будем забегать наперед, поскольку там еще может быть много интересных сюрпризов. Кстати, хочется еще обратить ваше внимание на британского исполнителя. Вот почему-то мне кажется, что он выиграет Евровидение, но посмотрим, кто был из нас прав. Десятка первых финалистов уже определилась. Среди них Украина, также в финал отправилась Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды. Что ж, завтра ждем второй полуфинал, ну а потом узнаем в субботу, кто же выиграет. Жду ваших комментариев. Ну, кстати, еще хочу сказать, что сцена в этом году такая достаточно простенькая. Сказал тот, кто вообще не имеет никакого отношения к этой индустрии, но неважно. Я просто, знаете, сравниваю с предыдущими годами. Обычно сцена была такая масштабная, прям яркая. Может быть, сам итальянский город Турин не такой большой, поэтому, собственно, и помещение, где проходит музыкальный конкурс, не позволяет сделать такую огромную сцену. Все было достаточно ровно. Не могу сказать, что прям в восторге я был. Надеюсь, что второй полуфинал вызовет у меня больше эмоций. Кто смотрел первый полуфинал, как вам выступление всех стран-участников, кто вам больше всего запомнился, ну и как вам выступление украинской группы Kalush Orchestra. Комментируйте, на этом все. Елизавета II из-за проблем со здоровьем впервые за 59 лет пропустила торжественное открытие парламента. Королева не смогла этого сделать только два раза в истории своего правления. В 1959 году и 1963 году, когда была беременна принцем Эндрю и принцем Эдвардом. Вместо Елизаветы новую сессию открыл ее старший сын Чарльз. Борис Джонсон и многие члены британского парламента были с украинскими ленточками и значками. Юрий Лоза призвал Александра Розенбаума выбирать выражение после критики российского шоу-бизнеса. Лоза в резкой форме ответил Розенбауму, который во время недавнего интервью российский шоу-бизнес сравнил с цирком. Розенбаум возмущался, что сейчас известным может стать едва ли не каждый, для чего достаточно взболтнуть какую-то чушь. Шоу-бизнес Розенбаум назвал цирком, в котором приходится жить. Юрий Лоза в комментариях к журналистам отреагировал на такие высказывания еще бы. Он считает, что слово «цирк» нельзя использовать в качестве негатива. Для примера музыканту показалось уместным привести Эдгара Запашного, который в его представлении мог бы счесть такие реплики неэтичными на фоне серьезного отношения к собственной работе. Нашел так нашел, за что зацепиться. Но по факту, ну это правда цирк и не стоит тут на это обижаться. А все они орликины. Джонни Депп столкнулся с лестницей Кейт Мосс. По крайней мере так утверждает и эту историю рассказывает на суде Эмбер Хёрд. Откуда она ее знает, якобы такие слухи в тусовке ходят. Мол, когда-то Джонни Депп встречался с топ-моделью в середине 90-х и ей прилично доставалось во время ссор. Только вот ни о каком насилии со стороны бойфренда Кейт Мосс никогда не упоминала. А Эмбер Хёрд вспомнила об одном инциденте, чтобы оправдать насилие со своей стороны. Джонни Депп представил на суде аудиозапись, на которой жена признавалась, что ударила его первой. Хёрд оправдывается теперь, что испугалась во время очередной склоки. Будто агрессивно супруг вспомнит прошлое и столкнет ее сестру с лестницы, поэтому и атаковала его первой. Когда все пруфы закончились, ход идут сплетни. Как вы понимаете, Эмбер Хёрд, по-моему, сошла с ума окончательно. Фанатка группы Металлика родила прямо во время концерта. Младенец появился на свет под хит Энтер Сэндмен. Бразильянка пришла на концерт на 39-й неделе беременности. За три песни до конца выступления у нее начались схватки. Примчавшие медики заявили, что роды нужно принимать прямо на стадионе. И слава богу, малыш родился, все с ним в порядке. Вот вам, пожалуйста, насколько вот любят они своих кумиров, что даже рожают прямо во время их концерта на стадионе. Тут интересная новость появилась. Оказывается, Григорий Лепс проводит вечер выходного дня с девушкой с сомнительной репутацией. Но если вбить по запросам, то, собственно, можно понять, что дама, которая сидит за столом напротив Григория Лепса, занимается древнейшей профессией. Ну, как говорится, развелся, гулять так гулять. Полторы тысячи доллара. Вот такие вот суммы у этой девушки. Ну, кстати, не так и дорого для Лепса. Дочь Нюши заработала первый гонорар. Гонорар певица Нюша опубликовала очередную серию своего влога, в котором сообщила, что ее дочь Симба дебютировала в рекламной съемке. Девочка заработала свой первый гонорар. И вот что она говорит. Крутая новость. Симбу пригласили сниматься в рекламе. Это будет первая в ее жизни съемка, за которую она получит хорошую денежку. То есть она впервые сама заработает свои деньги. Родители увидели в девочке артистические способности и решили развивать их. Первые результаты не заставили себя ждать. Симба будет на баннерах авиакомпании. Нюша поделилась, что сумма составит почти 30 тысяч рублей. Как говорится, все способы хороши. Курсы, марафоны, актерское мастерство, пение и даже ребенка в ход пустила, чтобы только заработать денег. Цинизм зашкаливает. Кстати, как вы относитесь к тому, что вот таких маленьких детей уже начинают отправлять сниматься в рекламах еще где-то? Как это вообще на них может отразиться? Мне кажется, что все-таки рановато. Ну, главное, чтобы ребенок был доволен. А это новая коллаборация двух брендов. Гуччи и Адидаса. Вот такой неожиданный симбиоз произошел. Вот, собственно, можете посмотреть, что из этого получилось. Я не знаю, как это все комментировать. Я не модный эксперт. Я далек от фэшн-индустрии. Честно скажу, я бы такое не надевал на себя. Потому что для меня это слишком все яркое и пестрое. Получилась вот такая вот веселенькая коллекция. Я уже прям вижу, где же в таком прикиде походить. Как вам прикиды? Как вам коллаборация? Делайте комментарии, а мы двигаемся дальше. Валерий Меладзе выставил у себя на странице вот этот вот пост с надписью «Фейк». Там статья о том, что братья Меладзе покинули Россию, навсегда отправились во Францию. Валерий Меладзе сжег на глазах журналистов сертификат народного артиста России и другие бумажки. Собственно, Валерий Меладзе поспешил быстро опровергнуть эту информацию. Он сказал, что это все фейк. Никуда он не уезжал. Он находится в России. А может быть и не в России, но ничего не сжигал и все такое прочее. Но Константина Меладзе точно нет в России. Он вместе с Верой Брежневой все-таки, я так полагаю, находится в Италии. У них там есть своя недвижимость. Вот такие вот фейки летят в сторону тех, кто был не согласен с чем-то или посмел приоткрыть свой рот. Свобода слова, как говорится. Дуэйн Джонсон поделился фото с досъемок фильма Черный Адам. По словам актера, он сыграл много крутых ролей. Но именно этот персонаж имеет похожее ДНК с актером. Трейлер уже не за горами. Ждем нового супергероя от компании DC. Надеюсь, они не подведут, потому что с Бэтменом что-то пошло не так. Анжелина Джоли отказалась усыновлять детей из Украины. Вот такая информация появилась, хотя, если честно, я и не слышал о том, что она планировала. Также она поступила и с русским малышом в 2005 году. Якобы она сначала пообещала усыновить, а потом перестала выходить на связь. Во время своей поездки в Украину Анжелина Джоли посетила детский дом и заинтересовалась несколькими детьми. Мальчиком и девочкой, которые делают успехи в английском языке. И только по этой причине русские СМИ решили, что можно создать вот такую новость. Но я так полагаю, что это все высосано из пальца. Никого она не планировала усыновлять. Она приехала с визитом по личной инициативе просто навестить Украину и выразить свою поддержку тем самым. И не более того. Но еще раз мы вернемся к фэшн индустрии. Вот это вообще меня очень удивило. Balenciaga выпустила коллекцию обуви с потрепанным дизайном. Прям очень потрепанным. Если бы я на ком-то увидел вот такую обувь, я бы подумал, что, наверное, очень любимые просто заносили. Стоимость модели начинается с 625 долларов, заканчивается почти в 2000 долларов. Вот вам и пожалуйста. Вот такая прелесть, если это можно назвать прелестью. Но я бы такое не носил, ну правда. Но они выглядят как будто вот в них уже давным-давно кто-то был. Возможно, у дизайнера была какая-то глубокая мысль. Он что-то пытался нам донести. Но чисто эстетически мне это не нравится. Еще за такие деньги, да боже упаси. Но я знаю, что мода она такая, разная. Поэтому кто-то обязательно купит. Для кого-то же это выпускаю. Жду ваших комментариев, а мы двигаемся дальше. А это Наоми Уоттс поделилась новыми снимками со своими детьми. И справа и слева два ее сына. Айза по-прежнему страдает обострением и не весенним, а круглогодичным. Значит, на этот раз она снова себя показала во всей красе. Так сказать, видимо, вдохновилась Бритни Спирс. Нопчу якобы по ошибке или ради хайпа она залила видео, на котором она себя там ублажает и так далее. В общем, в чем мать родила. Потом это, естественно, все быстро убрала и так далее и тому подобное. Айза, как всегда, в своем репертуаре. Когда ты не можешь никак с точки зрения профессионализма себя показать, начинаем оголяться и теребить все подряд на камеру. А потом кричать, что это все произошло случайно. Я уже прям вижу, как случайно. Я вот взял это все сделал и как-то залил. Ну, не знаю. У меня таких случайностей не бывает. А у вас? Значит, тут говорят, что одна из сестер Олсен попрощалась с холостяцкой жизнью. Ну, по крайней мере, так пишут многие западные СМИ. Папарацци сняли Эшли с обручальным кольцом на пальце, что свидетельствует о том, что Олсен тайно вышла замуж за художника Луи Эйнснера. А чему тут удивляться, потому что пара встречается с 2017 года. Вот решили узаконить свои отношения. Давайте порадуемся и поздравим их. Портрет Мерлин Монро к кисти Энди Уорхола ушел за 195 миллионов долларов на аукционе. Картина стала самым дорогим произведением искусства 20 века, продававшимся на аукционе с самым дорогим американским произведением искусства, участвовавшим в аукционе, и вторым по стоимости произведением в мире, продаваемым публично. А на первом месте картина Леонардо да Винчи с Сальватор Мундио, которая ушла с молотка за 450 миллионов долларов. Покупателем стал арт-директор Ларри Гагасян. Весь доход от продажи работ у Уорхола будет передан благотворительному фонду. Вот за такие деньги люди покупают картины. Мне аж становится плохо. Это просто невозможно. Буквально вот недавно российский видеохостинг подвергся самой крупной кибератаке в истории сервиса. Если честно, вообще не знаю, что такое Рутюб. Но я так понял, что это какой-то аналог Ютюба, только в России. Никогда там не был. Не знаю даже, как это все устроено. Друзья, кто пользуется Рутюбом, расскажите, как там история. Вся это на самом деле происходит. Удобен ли он для вас? Вообще кого-то есть Рутюб или нет? Признавайтесь. У Любовь Успенская в очередной раз решила всех удивить. Значит, она пришла на интервью без трусов. Ну окей, ты пришла на интервью без трусов. Зачем об этом говорить? Ну я не могу с ней, я не понимаю, вот что она пытается сделать, что она пытается доказать всему миру. 68 лет, Люба, возьмите себя, Любовь, пожалуйста, в руки. Ну окей, вы не носите белье. Ну зачем приходить об этом, говорит, такая зашла со старта, да, я без трусов. Это что, такие намеки на призыв к действию или что? Вот ее комментарий. Ну да, я не ношу белье, потому что мне без белья удобно. Оно мне нарезает. Ничего не ношу и лифчик не ношу. Но очень люблю красивое белье. Покупаю последние коллекции. Я для красоты их держу, как в музее. Вот так вот, поняли? То есть человек скупает кучу последних коллекций белья и все это сохранит, как в музее. Это то, о чем я вчера говорил. Зачем люди это все покупают, если они даже это не носят? Зачем Люба покупает красивое белье, если оно ей просто не нужно? И вообще, зачем об этом кричать? Что она пытается всем доказать? Давайте с вами подумаем об этом. Мишель Обама отметила День матери, анонсировав выставку, посвященную своей маме. Мэриан Шилдс Робинсон. Выставка, получившая название «Открывая Белый дом», пройдет в президентском центре Обамы в Чикаго. Она передает те ценности, которые моя мама вложила в меня. Община, семья, объединение людей, создание теплого, приветливого пространства, где каждый чувствует себя как дома. Вот такой был комментарий от Мишель Обама. Окей, вы знаете, я эту новость, собственно, для чего озвучил, поскольку я совсем забыл, что недавно был День матери. Как вы знаете, моей мамы, к сожалению, уже нет, и поэтому я не поздравляю никого с этим праздником. И вот я такая вот сволочь, даже не поздравил всех вас. Но я вот решил реабилитироваться, пусть лучше поздно, чем никогда. Поэтому я всех поздравляю, мам, с вашим днем. Я желаю, чтобы у вас все было замечательно. Самое главное, чтобы ваши дети вас только радовали. У вас было крепкое здоровье, чтобы вы жили в гармонии, любви и, конечно же, в мире. На этом новости из мира шоу-бизнеса все. Но у нас с вами есть еще прекрасная, замечательная рубрика хороших, добрых новостей. И мы к ней обязательно перейдем. Но перед тем, как мы просмотрим эту рубрику, я еще раз хочу ко всем обратиться с просьбой о том, чтобы все по возможности скачивали VPN. Уже проверено, все работает, рекламу показывает. Если вы не знаете, я могу вам показать, какой конкретно VPN, друзья, поддерживать. Потому что последние месяцы и совсем все становится грустно. Я не могу волонтерить, на энтузиазме работать. Поэтому я от вас прошу так мало. Пожалуйста, установите VPN, смотрите рекламу. Очень вас прошу. Но если у вас уже прям совсем, ну никак, тогда хотя бы не перематывайте. Смотрите от начала до конца. Ну и, конечно, не поленитесь поставить лайк и какой-нибудь комментарий. Хотя бы просто смайлик. Это уже будет хорошая поддержка для меня. Я искренне на это надеюсь. Буду напоминать, потому что, правда, друзья, вы знаете, что я никогда об этом не говорил. Если я об этом говорю, значит, действительно, ситуация такая не очень веселая. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Я не отчаиваюсь. Но прошу вас, пожалуйста, поддерживайте меня. Так как я поддерживаю вас уже не первый день. Ну а теперь переходим к рубрике хороших, добрых новостей. Кошка стала мамой для новорожденного сфинкса, которого отвергла собственная родительница. Во время родов кошка потеряла трех малышей. Выжила только Клеопатра. Будущая мама впала в отчаяние. Кошка не подходила и не подпускала к себе кроху. Тогда американцы начали кормить усатую с бутылочки и искать ей новую маму. Ей стала беременная кошка по кличке Балерина. Она родила через три дня и приняла Клеопатру как родную. И даже принялась кормить ее собственным молоком. Нет ничего сильнее материнской любви. И чужих детей не бывает. И вот в очередной раз нам животные это доказывают. А это веселое видео нам говорит о том, что размер не имеет никакого значения. И маленький Чихоухуа вам это сейчас докажет. На пса хотела напасть наглая банда индюков. Но не тут-то было. Когда пернатые принялись загонять четверолапого в угол, тот резко им возразил. Ошарашенные индюки признали свое поражение и убежали от маленькой собачки. Вот что значит один в поле воин. А че это вообще не такие борзые. Посмотрите, вчетвером на маленькую собачку напали. Но она с ними справилась. Но видео весело. Мама утка переходила дорогу и ее малыши случайно угодили ливневую канализацию. Офицер полиции услышал писки и заметил обеспокоенную утку рядом с ловушкой. Тогда он поднял решетку и вытащил 9 птенцов. После воссоединения утиной семьи пернатые двинулись дальше по своим делам. Утиная история со счастливым финалом. А это невероятные кадры, которые берут за живое. Девушка сориентировалась и поймала свою собаку, которая выпала из окна. Англичанка получала доставку и слишком поздно заметила, что не закрыла окно. Пушистый спрыгнул, но хозяйка каким-то чудом успела ловко поймать четверолапого. Вот это вот реакция и слава богу, что с собачкой ничего не произошло. Лисенок едва не погиб, застряв внутри трубопровода на стройке. К счастью, ради спасения непоседа собралась команда профессионалов. Пожарные зоозащитники. Кроху вытаскивали с большим трудом. С помощью электропилы и приманки. Американцы согрели, отмыли и накормили потеряшку, как только вызволили. Малышка оказалась не из трусишек. Она сразу пошла на ручки и потом продолжала играть и веселиться. Чуть позже хулиганку отпустят обратно в родные края. Молодая пара помогла верблюду, который застрял в зыбучих песках. Туристы из Ирландии отправились на экскурсию в Северный Эмират. Но в итоге они занимались спасательной операцией самки верблюда. Молодожены заметили лишь голову животного, торчащую из зыбучих песков. Не раздумывая, ребята принялись сразу выкапывать бедолагу. На помощь прибежали местные. Общими усилиями верблюдицу откопали только через два часа и помогли ей встать на ноги. Взволнованные владельцы горбатой даже подарили паре козочку. А виновница торжества немного перевела дух, встала, подмигнула и ушла в закат. Еще одна история, которая закончилась с хэппи-эндом. И снова у нас косолапы. Надумал перекусить, а стал звездой интернета. Американка установила камеру на заднем дворе, чтобы не беспокоиться о своей безопасности. Но этот косолапый и не думал нарушать покой девушки. Он лишь хотел найти вкусняшки в мусорке. Ничего не обнаружив, он очень расстроился, как никогда. Но зато получился очень с ним хороший ролик, который стал вирусным. Вообще, последнее время вы заметили, сколько медведей стало выходить, и не только медведей. На этой ноте я буду заканчивать сегодняшний выпуск новостей. Я надеюсь, что он вам очень понравился. Еще раз хочу вам всем напомнить, чтобы вы не забывали, пожалуйста, не ленитесь. Хотя бы смайлик какой-то поставьте в виде комментария. Не нужно писать целые там поэмы, я не прошу. Но какой-то короткий комментарий или смайлик, это будет очень кстати. Сегодня я нуждаюсь в вашей поддержке. Поэтому, друзья, я на вас рассчитываю. Не забывайте подписываться. Приглашайте сюда своих знакомых, друзей. Возможно, кому-то тоже очень понравится. И самое главное помните, что наше спокойствие превыше всего. Поэтому сохраняйте себя, сохраняйте в себе человечность. Сегодня это просто жизненно необходимо. Остаемся и дальше с вами людьми. Услышимся уже завтра. Пока-пока.